Девушки отдыхают «Скажи, о Мухаммад, я не нахожу ничего запретного из продуктов питания в том, что дано мне посредством откровения, кроме мертвичины, крови, вытекшей при заклании, свинины, ибо она нечисть и мерзость». Есть причины, по которым мясо свиней насыщается токсинами сильнее, чем мясо других сельскохозяйственных животных. Первая причина связана с пищеварительной системой свиньи. Свиньи – самые грязные животные на Земле, с числом паразитов и болезней большим, чем у любых других животных, используемых человеком. Свиньи известны как пожиратели фекалий, не только собственных, но и других животных и человека. В странах третьего мира они – лучшие утилизаторы для мест, где нет современных туалетов и где жители испражняются на улице. Эти экскременты перерабатываются свиньями. В то же время свиноферма с пятью тысячами животных производит фекальных отходов столько же, сколько город с населением в 50 тысяч человек. Свинья переваривает съеденное довольно быстро, всего за четыре часа. У коровы, например, уходит на это целые сутки. Во время пищеварения организм животных, так же как и человека, избавляется от токсинов и других компонентов съеденной пищи, опасных для здоровья. Организм свиней содержит много токсинов, червей и скрытых заболеваний. И хотя что-то из этого есть и у других животных, по мнению ветеринаров, именно свиньи предрасположены к болезням больше, чем какие-либо иные животные. Причина в том, что свиньи любят рыться в мусоре и едят все подряд. Поскольку пищеварительная система свиней работает довольно поверхностно, многие токсины остаются в их организме, откладываясь в обширной жировой ткани. У свиней также отсутствуют какие-либо потовые железы, обычно служащие инструментом выведения токсинов, поэтому так много ядовитых веществ остается в организме свиньи. Свиноводческая промышленность всегда страдала и продолжает страдать от целого ряда опасных инфекций и заболеваний свиней. Даже те свиньи, которые бережно выращиваются на свинофермах, болеют. По результатам недавнего исследования, проведенного в США, 69% из 200 образцов сырой свинины было заражено опасными бактериями, вызывающими лихорадку и желудочно-кишечные заболевания с диареей, рвотой и спазмами желудка. В организме свиней, в частности в мясе, существуют паразиты. Некоторые из них трудно уничтожить даже в процессе приготовления пищи. Именно поэтому вокруг нас так много предупреждений об опасности приема в пищу, плохо приготовленной свинины. Свинина несет определенный риск здоровью человека из-за бактерий, вызывающих инфекции и вирусы. Недавнее исследование просто шокировало общество, выявив, что миллионы людей, потребляющих свинину, живут с паразитами внутри себя. Свиной цепень. Свиной цепень номер один в мировом списке пищевых паразитов. Им заражено 50 миллионов человек по всему миру. Каждый год он убивает 50 тысяч человек. И по мнению некоторых исследователей, оба этих показателя могут быть недооценены. Инфекции, вызываемые свиным цепнем, широко распространены в Азии, Африке, на Филиппинах, в Южной Америке и южных частях Европы. Свиной цепень способен повредить сердце, мозг, легкие и диафрагму человека. 60% диагностированных случаев заражения этим ленточным червем у жертв обнаруживали кисту головного мозга, а это означает судороги, галлюцинации, кому и даже смерть. Свиной цепень образует полости внутри тканей свиньи. Когда человек ест свинину, он заражается. В кишечнике человека образуются полости, в которых свиные цепни вырастают до нескольких метров в длину. Взрослые черви откладывают яйца, которые попадают в фекалии человека. Если свинья ест эти фекалии, кисты в их мышечной ткани растут, и жизненный цикл повторяется. Личинки свиного цепня — это серьезная угроза здоровью всего человечества. Оставляя за собой полости в мозге, личинки перебираются в другие человеческие ткани. Там их маленькие тела вырастают во взрослых червей от 2 до 7 метров в длину и могут жить внутри человека целых 25 лет. Компьютерная томография мозга пострадавших пациентов похожа на звездное небо из-за многочисленных дыр, проделанных червя. Хроническая головная боль и свиной цепень. Новое исследование показало, что причиной хронических головных болей может быть свиной цепень внутри мозга. Наиболее распространенной в мире причиной эпилепсии у взрослых также является свиной цепень. Из 50 миллионов человек, страдающих эпилепсией, многие поражены этим червем. Он также приводит к опухле головного мозга, депрессии, деменции, аневризмам, потенциально вызывая головные боли, головокружение, судороги, другие неврологические расстройства и внезапную смерть. Одного этого паразита должно быть достаточно, чтобы отказаться от употребления в пищу свинины. Паразитарное заболевание нервной системы нейроцистициркоз – это результат случайного проглатывания яиц свиного цепня вместе с пищей, которой касались люди, пораженные инфекцией. Чем пристальнее ученые изучают природу болезни, тем страшнее становятся. В одном исследовании в Перу ученые обнаружили признаки заражения у 37% населения страны. Обзор научной литературы показывает, что только в Латинской Америке нейроцистициркозом страдают от 11 до 29 миллионов человек. Ленточные черви также распространены в других регионах мира. Люди, подверженные высокому риску заполучить паразита, если они уже заражены инфекцией, если они живут вместе с зараженными людьми, даже если они просто едят пищу, приготовленную зараженным человеком. Одной из самых больших проблем является трехинеллез. Этой инфекцией люди заражаются, употребляя в пищу свинину, в которой содержатся личинки круглого червя, трехинелл. Более 1 миллиарда человек на планете заражены этими круглыми глистами. Вы заполучаете червей, глотая пищу или воду, содержащую их яйца. Большой процент людей из этого миллиарда заразилось, поедая свинину. Только в США и Канаде каждый шестой человек заражается трехинеллезом от червей, находящихся в свинине. У многих людей не бывает особых симптомов заражения. Часто это похоже на другие болезни. Черви не обнаруживаются во время проверки мяса. Соление и копчение мяса их также не убивает. Обычно симптомы трехинеллеза таковы. Тошнота, рвота, диарея, головная боль, лихорадка, озноб, кашель, опухшие глаза, поли в мышцах, боли в суставах, проблемы с координацией, с сердцем, с дыханием. Круглый червь трехинелла является причиной трехинеллеза. Как и в случае заражения цепнем, зрелые круглые черви в основном обитают в кишечнике, вызывая тошноту, изжогу, расстройство желудка, понос и иозинофилию. Но личинки червей могут мигрировать по всему телу человека, вызывая отеки, боли в мышцах, лихорадку и слабость. Наибольшую опасность представляют личинки, достигшие мозга, где они могут вызвать серьезные неврологические нарушения, такие как нарушение моторики, паралич дыхания и даже смерть. Другие паразитные черви, большие многоклеточные организмы, также были найдены в свинине, в том числе острицы и аскориды. Есть десятки других червей, микробов, болезней и бактерий, которые обычно встречаются у свиней, а многие из них исключительно у свиней. Свинья — это первичные носители вируса гепатита Е, свиного репродуктивно-респираторного синдрома, вируса Непах, вируса Минангл. И каждый из этих паразитов и вирусов может привести к серьезным проблемам со здоровьем и даже к смерти. Употребление в пищу свинины увеличивает ваши шансы на развитие таких смертельных заболеваний, как болезни сердца, диабет, артрит, остеопороз, болезнь Альцгеймера, астма, импотенция. Употребление переработанного мяса, бекона, ветчины, колбас увеличивает риск сердечных заболеваний и диабета. Ранее была установлена связь такого мяса с повышенной вероятностью развития рака кишечника, но современные исследования предупреждают нас и о других опасностях. По всему миру проведено 20 исследований с участием более миллиона человек. Было установлено, что ежедневное потребление всего лишь 50 граммов переработанного мяса вызывает на 42% более высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний и на 19% риск диабета второго типа. И еще один вред — это увеличение риска рака мочевого пузыря при частом потреблении прожаренной или подгоревшей свинины. В таком мясе, приготовленном на высоких температурах, образуются гетероциклические соединения, амины, которые могут вызвать рак. Во время 12-летнего исследования с участием более 800 пациентов с рака мочевого пузыря и стольких же пациентов без рака анализировали информацию об их питании. Выяснилось, что те, кто ест сильно прожаренную свинину или другое красное мясо, имеют более высокий риск развития рака мочевого пузыря. Свинина вызывает цирроз печени с той же скоростью, что и алкоголизм. Существует несколько факторов, из-за которых потребление свининой приводит к повреждению печени и отравлением. Очевидно, что большая часть свинины на Западе потребляется в переработанном виде — копченая ветчина, колбасы, бекон и сосиски. Для этих продуктов характерен высокий уровень содержания нитратных консервантов, известных канцерогенов, способствующих развитию рака печени. Кроме того, в процессе производства свиные ингредиенты подвергаются длительному воздействию высоких температур, в результате чего выделяются сотни видов свободных радикалов, которые разрушительно воздействуют на здоровье человека, в частности, на печень. Связь между свининой и циррозом печени существует в разных частях света. Наблюдения в последние 40 лет, в том числе в странах с низким уровнем потребления алкоголя, выявили четкую зависимость цирроза печени от потребления свинины. Подобная связь наблюдалась в 10 канадских провинциях, где причиной смертей от цирроза печени стало употребление не алкоголя, а свинины. Свиной жир содержит поленасыщенные жирные кислоты и холестерин. Было установлено, что употребление свинины в больших количествах ведет к высокому риску раковых заболеваний желудка, щитовидной железы, легких, печени, мочевого пузыря, прямой кишки и простаты. Существует необычайно сильная связь между употреблением свинины и болезнями печени, раком печени и множественным склерозом. Исследования выявили связь между употреблением свинины и раком печени первой степени, злокачественными опухолями. В поиске других заболеваний, связанных с потреблением свинины, ученые наткнулись на множественный склероз и были шокированы. Оказалось, что причиной широкого распространения этого заболевания среди населения является именно употребление свинины. Потребление свинины вызывает также и увеличение риска заболевания раком груди, свинина и подагра. По причине того, что в свинине высокое содержание органического соединения пурин, ее частое употребление ведет к росту концентрации в организме человека мочевой кислоты. Употребление свинины разрушает тело. В свинине жира больше, чем в говядине и в курином мясе, а это означает повышенное артериальное давление, высокое содержание холестерина, рак, проблемы с сердцем. Свиное мясо содержит большое количество гистамина и соединений имидазола, что может привести к зуду и воспалению. Из-за высокого содержания в свинине холестерина, ее потребление также может привести к образованию желчного камня и ожирению. Чем больше исследований проводится, тем очевиднее, что мясо свиней не подходит для употребления человеком. Очевидно, в каком бы виде ни была свинина, сырая или переработанная, недожаренная или пережаренная, в любом случае она несет в себе опасность. Аллах, Бог, Господь, говорит в Коране, «Скажи, о Мухаммад, я не нахожу ничего запретного из продуктов питания в том, что дано мне посредством откровения, кроме мертвичины, крови, вытекшей при заклании, и свинины, ибо она — нечисть и мерзость». Священный Куран, 6 сура, 145 аят. Перевод и озвучивание miradio.ru